Концепции национальной службы планования семьи распроцовываются в Беларуси. Основная мыта – заховать репродуктивное здоровье насильництво. Одним из этапов станет развитие между районных и областных перинатальных центров. Настасья Кучинская побывала в Гомельском областном роддоме и доведалась, что сейчас представляет собой главная перинатальная установка региона. Статус перинатального центра областный роддом отрымал в 2060 году. А разом с ним – самое сучасное медобстолирование. Я шага до 15 тому об таким узровне техничной оснащенности навод не марли. Гэта дозволяй оказывать допамогу на сусветным узровне. Впервые в нашем роддоме мы применили гемостатический шов по линчу. Эта технология помогает уйти от удаления матки при массивных маточных послеродовых кровотечениях. Мы сейчас широко применяем такие реконструктивно-пластические операции, как удаление мематозных узлов при операции кесарево-сечения, что позволяет тоже сохранить женщине матку и репродуктивную функцию в будущем, улучшает ее качество жизни. Один из главных принципов, у которых притрымливаются областным роддоме – максимально натуральный процесс родов. Лишних медицинских манипуляций не робить, только по показчиках. Тут нема занадто строгого режиму знаходжения и наведывания. А яше только тут практикуют партнерские роды. Усё гэта свечить про максимальное наближение до агульно-сусветных тенденций. Гомельский областный роддом – незвычайная медустанова. Больше 90% женщин, которые трапляют сюда, имеют проблемы с тяжелностью и потребуют самой высококвалификованной допомоги. Перинатальный центр высшейшего узровня только у столицы. Ганна Ковалева – своего рода уникальная пациентка. Гэты малые ей пятая дитя. Долгочаканных хлопчик – четыре старые шеи девчинки. Але уникальность не у гэтым. Усих детей она народила прас кесарова сячиння. У меня все операции кесарево сечения берется только Минск или областной. Но я тут уже рожала в 2009 году. Конечно, мне тут понравилось. Конечно, я выбрала этот, чем в Минск ехать. Но, слава богу, пока все хорошо. Я всем довольна. Складанные роды, хроничные захворывания тяжарных для гомельских медиков сегодня, с оправдой, уже не критичные выпадки. А сучасное обсталявание и высокая квалификация медиков дозволяются выхоживать на самых складанных детей. Например, в минулом году вырытывали девчонку, которая народилась в агую сяго 600 граммов. У вагулю в Беларуси один из самых низких в свете коэффициентов детят шестьмеротности. Даденые минулого года с тысячи детей помирают трое. Для права не в России семь, а в излученных штатах Америки шесть. Благодаря техническому медицинскому прогрессу и научному медицинскому прогрессу и повышению квалификации медицинского персонала, как врачей, так и среднего медицинского персонала, достигнуты большие успехи в целом. По сравнению, например, за последние семь-шесть лет в два раза снизилась летальность по нашему учреждению, например, могу сказать. И если сравнить с 90-ми годами, то в разы, вплоть до восемь раз. Али вырытывать кожных анимахчима, ужнил не областным роддоме, зафиксовали две детячие смерти. По их заразе одеться следство. Концепция национальной службы планования семьи, якая зараз распроцовывается у Беларуси, конечно, так само не зробит суда. Али уже сёнязью извязывают планы на то, что маленьких здоровых белорусов с кожным годом будет становиться больше. Настасья Кучинская, Павел Антонов, телерадио и компания «Гомель».